В большом количестве много наемников, которые занимают всю линию обороны, начиная от Луганска и кончая Мариуполем. Везде очень много снайперов. На нашей линии соприкосновения тоже очень много снайперов. Попасть под снайперов. Надо знать очень много тактику снайперскую, чтобы не попасть. Будешь немного знать. Мы проводим обучение, поэтому бойцы наши знают, как вести себя на передовой в отношении снайперов. Долбали и очень сильно. Вчера такое ощущение, что было наступление. Вот долбали. До часу ночи это было очень хорошо. Ну, это сейчас опять начинают. Это каждого дня или только вчера? Ну, вот это вот неделю подряд. Вот это с утра и до самой ночи. С утра и до самой ночи. Без передыху. А почему они бьют? Они бьют по домам. Вон тут пули попали. Там вот осколки. Вот дом на углу. Мы ходили заделывали. Окна поразбивало. Обстрел мирного населения? Да, тупо мирное население обстрел идет. По улице нельзя пройти. Мы вчера хлеб привезли. И куда вот оно? Все он летит. И стоим на углу как раз. Они начали стрелять. Мы стояли так вот в этот под заборчик. И пуля такая пиум. Слышно было. Там шиферина. Я на шиферину. Щелкнула. Щелкнула. Все. Много попобито. Тут и вот дом эти окна. И вон дом следующий. И в окна. Потом дальше там от дома. Вот те колодец вон. Там тоже. Три дня подряд. По окнам. Там практически пройдет их и все забит. Нету. Нету. Сказали, что пока это все не закончится. А вчера это вообще что творилось. А мама дорогая. Я думала мы не выживем. Я не могла даже выскочить в подвал. Потому что без передыху это все летало. Когда обстрелились в подвале, да? Ну а где я? Конечно. А вчера уже не успели. Мне надо выскочить в подвал. Дети тут? Нет. Дети в России. Да. Мы тут. Да тут у нас уже никого не осталось. Дома практически пустые. Подряд. Идут пустые дома. Что туда, что туда. А вы живете здесь? В Зайцево, да? Вот дом у меня. Вот дом рядом. Я спрашиваю. Потому что последние украинские СМИ сказали, что в Зайцево людей нету. Как это нету? Как это нету? Мы подписи собирали, чтобы нам свет сделали. Повезли туда в исполком. Они сказали. А нам дали это самое СМИ, что там вообще людей никого нету. Как это нету? Ну как? Даже под жопу, под школой. Вон люди еще живут. Поставались. Тут люди приезжают. Скажите, вы долго служите? Почти два года. Я с самого начала с митинга. А вот куда? Одинаково. Все местные. И местные Зайцево? Горлук. Нет, Горлук, а одинаково. И зачем вы решили, чтобы служить? Чтобы защищать что? Ну как зачем? Свой дом защищать. Против фашизма пошли. Нам не нравится власть, которая находится на территории Украины. Которая командует там правит. Это не нравится, это нету слова. Они хотят сделать нас подневольными. А мы люди из Донбасса. И что сейчас перемирие есть, как у нас в Зайцево? Сейчас перемирия нет абсолютно. Перемирие есть где-то понятие для... Где-то там, в Киеве, они могут думать, что перемирие. У нас здесь перемирия вообще нет. Ни капельки, никогда. Но в последнее время украинские СМИ сказали, что Зайцево уже под их контролем. Они говорили еще в летом 14-го года, что взята Горловка. Ну, как видите, мы пока еще здесь. Они много чего говорят, для того, чтобы и украинское население так думало. И верило в это. Но это не так. По поводу ихних погибших. У них там погибших считают за всю войну несколько человек. На них в полях экскаваторами закапывают. Рассказывают матерям, что они сбежали. Так же самое они рассказывают, что взяли Зайцево, взяли Горловка. Тяжелое вооружение не используем. Это только лекарство, да? Только автоматы и пулеметы. И то в качестве, только если они уже в тупую, наглую подходят. И то, заметьте, не используя тяжелое вооружение, мы держим оборону с минскими договоренностями. Почему света нету? А? Почему света нету? Почему света нету? А потому что Украина начинает стрелять. Они выехали, вышку подняли, они начинают сзади стрелять. И все, они собираются и уезжают. Сказали, пока Украина не даст добро, чтобы, ну как, не перемирие, а тишина была. Тишину дать. Чтобы они выехали и сделали. Это штамм на школе. Они туда не могут выехать. А ОБСИ у вас были? Были, что толку. Они сказали, мы не поедем, потому что там стреляют. Они уезжают и начинают стрелять. Да толку, что они приезжают. А когда ОБСИ ездят, то тишина, да? Ну, когда ОБСИ были. Два раза они попали под обстрелы. Два раза попали под обстрелы ОБСИ. Они завернулись и умотали. Скажите, они ОБСИ. Хуй-хуй этот. Он не иначе его больше как не назовешь. Он не соизволил, идиот даже с машины выйти. Хай только приедет, я сама под колеса ляжу. Но я его с машины вытяну. Привяжу, и будет сидеть вместе со мной в хате. Я посмотрю, что он будет реагировать тогда. Это немыслимо. Посидите. Вечером вот так вот. Посидите просто, побудьте здесь. Да. Люди тут подкупные говорят. Ага. Мой путь возмущается. Это привезли подкупные. Привезли подкупные. Что это такое? У нас в поселке больше 4 тысяч населения осталось. Никто не уехал. 350 детей здесь. Сказали, что никого нет. Да, конечно. Сбер, никуда мы не... А вот это все это надоело. Когда это кончится? Во-первых, здесь правый сектор. Айдар, майдар, вся поебень по Чехову. Прости мою душу грешную. Они никого не понимают и слушать не хотят. И не признают они. Ни Порошенко, ни Яйценюка, ни Майценюка, никого. У них свои правила. Ну что вы, полтора года полностью на передовой. Полтора года. На тебе. Куда она... А два месяца с 8 января. День в день. День в день. Ночью день в день. День в ночь. И начинают. Так еще идиоты начинают. Поприезжали туда. Американцы поодевались в форму ВСУ. Поляки, деловые. Бабы снайперы приехали. По своим детям шуруют там. Они по нас прицеляются. В туалет невозможно сходить. Идешь под прицелом снайпера. И стоит по дна, играет у тебя на нервах. То вверх, то вниз. И сто в бог гэпает. Там поляки, да? И поляки там, и американцы. Оттуда сарафанное радио донесло. 11 американцев в форме ВСУ приехали. Там такие супер-пупер сказали. Приехали какие-то. И поляков 15 человек. Ни иностранного, никакого осталось. Только... Ну что это? Это же куда-то влетит. Я не стреляю. На Украине, на той стороне. То же самое, как и здесь. А я говорю, вы понимаете, что не мы пошли к ним. На их землю воевать. Убивать их. А пришли они сюда убивать нас. Мы сюда их не звал никто. Никто не звал. Почему они пришли убивать сюда? Еще характерно, что... Они же теперь заново, что по возможности, кто могли сделали. Кто мог ехать, кто не мог ехать. А теперь за вот эти разговоры по телевизору, за все на свете. Кто помогал пенсии оформлять. За спивчуття финансирования терроризма. От 10 до 15 рокил. Черные списки поподелали там. И все. Приехали люди, поймали, загребли. И ищи Ваньку в поле. И многие пенсионеры остались без пенсии. На каком основании нас лишили пенсии? Мы еще граждане Украины. Украинский паспорт у нас. На каком основании? Где эта конституция? Этот параша там сидит со своими конхветами. Чтоб у тебя слиплось. Все забито досками. Потому что все ворота, двери, все побито. Стены пулями побито. Просто снайперы стреляют по квартирам. Там вот, смотрите, все. Все дома. Спроси. А это что? Это вот свежее, вчерашнее попадание мины непосредственно здесь по поселку. В Минске заблуждение мины должно не быть. Какой тут Минск? Уже забыли про Минск. Что на Минске? Вот он, Минск. Мина, мина и мина. Вот она, жизнь продолжается. Люди живут. Огороды ухоженные. Чеснок, клубника. Деревья оккультурные, обрезанные. Жизнь продолжается. И никакая сила нас отсюда не выдолбает. Субтитры создавал DimaTorzok